В Екатеринбурге вечером, уже при свете фонарей, на перекрестке Халтурина-Готвальда оранжевый подорожник Chevrolet Lachetti 2007 года выпуска снес двух электросамокатчиков, которые оказались моложе болида, ну и тем более моложе его пилота. Декорация такая. 16-летний Chevrolet под управлением 36-летнего рулевого со стажем вождения 16 лет катился по Халтурина со стороны Аполихинской в направлении Бебеля. На перекрестке с Готвальда пилоту Lachetti запонадобилось сходить налево, и он повернул на зеленый, а в это самое время параллельным курсом в ту же сторону по тротуару катились два пацана 14 и 15 лет от роду на кикшеринговых электросамокатах. Сейчас не будем обсуждать, являются ли симокатчики злом, прежде всего для пешеходов. Всегда буду повторять, что проблема не в двухколесах бездушных железяках, а в людях, у которых два полушария, в том числе и в голове. Но сейчас не об этом. Юные симокатчики выехали на дорогу и при этом косанули дважды. Во-первых, они покатились на красный, во-вторых, они не спешились, как того требует правило 2D. У пилота Lachetti, который смотрел прямо перед собой и не видел едущих слева долбоежиков, не было вообще никакого повода тормозить. Он-то двигался по правилам. И потому он снес обоих симокатчиков, которые даже не пытались исполнить роли пешеходов. Водитель Chevrolet Lachetti, двигаясь по улице Халкурина со стороны улицы Аполихинская, при совершении поворота налево на улицу Готворта на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на двух пешеходов, передвигающих на сим. Автомашиной Chevrolet Lachetti управлял 36-летний водитель, старший управление 16 лет. По счастью для всех, даже для тех, кто люто ненавидит симокатчиков, оба пацана выжили. Их увезли в 9-ю детскую больницу. Диагноз, как обычно, не оглашается, они же дети, но сообщается, что им оказывают необходимую медпомощь. А гаишники сразу же, по горячим следам, отправились в школу, где учатся сбитые симокатчики, чтобы, значит, проверить ее на предмет обучения школьников правилам безопасного поведения на дорогах. Если вдруг выяснится, что такая работа в учебном заведении не ведется, то материалы проверки передадут в прокуратуру. Ну, получается, симокатчики еще и свою школу подставили. Да, походу, не только школу. Гаишники пообещали информацию о замесе передать в ПДН для привлечения родителей этих пацанов к административке за ненадлежащее воспитание детей. Ну, не в общем и целом, а только в части соблюдения ПДД. Гаишники призывают родителей, во-первых, обучайте своих отпрысков правилам 2Д. Ну, на красный-то ехать, это ж ну ни в какие ворота. И во-вторых, в 14-15 лет у детишек уже есть свои банковские карты. Родители их пополняют. А пацаны эти карты привязывают к кикшерингу и гоняют на электросамокатах. А в кикшеринговых конторах карты не проверяют на предмет возраста владельца. И это уже вопросики кикшеринговым работникам. Но главным образом, конечно, к родителям. Следите, куда уходят средства, куда уходит детство, на чем дети катаются, знают ли они правила. Ну, в общем, практика показала. А что она показала, вы только что видели.